Несколько недель назад мы рассказывали о ситуации, сложившейся в Пашино с заброшенными зданиями. Формально они принадлежат Министерству обороны. Фактически уже давно стоят бесхозными и превратились в места сборочных команов и весьма опасных игр местной детворы. Например, в этом сооружении, некогда бывшим пожарной частью, уже происходили несчастные случаи. Два случая было таких, когда дети падали оттуда и травмы получали. Это было. Или убрать нужно ее, или заново что-то сделать, но полностью надо убрать, потому что это опасно и для детей. Их не укараулишь, они тем более летом беспризорные. Помимо реальной угрозы здоровью чересчур любознательных детей, ситуация с пожарной безопасностью также ухудшилась. Пожарные теперь приезжают из города. А это примерно полчаса быстрой езды до улицы Флотской и близлежащих дачных участков. Все горит у нас здесь, огороды горят. Сады, то есть сараи. У нас, например, в доме в 22-м был пожар в прошлом году, в декабре месяце. Пришлось ждать вообще эту пожарку неизвестно сколько времени. Зданию бассейна «Дельфин» повезло чуть больше. Военные передали его в ведение муниципалитета. И хотя обещанной реконструкции и открытие этого бассейна пашинцы так и не дождались, его хотя бы удалось сохранить в законсервированном виде. Может и дождется лучших времен, когда в городском бюджете на него появятся деньги, говорят местные жители. А вот здание клуба «Чайка» утеряно навсегда. При этом оно все равно продолжает числиться на балансе Минобороны, и даже снести его или просто навести вокруг него порядок нельзя. Нецеливым расходованием средств или уничтожением военного имущества вполне может заинтересоваться прокуратура. Однако, кажется, спустя много лет дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Комитет по имуществу Министерства обороны на диалог выходил. Но сейчас, по крайней мере, у нас есть кому обращаться, чтобы привезли эти объекты в надлежащее состояние. Нам дали координаты здесь организации, которые за это ответственны. При Минобороне мы сейчас это обращение на них подготовили. Понятно, что сейчас все это идет с проволочками. Ну, по объективным причинам, действительно, по объективным. Но, тем не менее, к сожалению, с Министерством обороны, с другими федеральными структурами подобные вопросы решаются очень долго. Местные жители надеются, что уже вскоре многолетний вопрос с заброшенными зданиями будет решен. Ведь от этого зависит не только внешний облик одного из микрорайонов нашего города, но и безопасность проживающих здесь людей.